Здравствуйте, товарищи! Это предельно важное, не имеющее аналогов видео по теме атеросклероз. Это ценнейшие знания, это исчерпывающая информация про атеросклероз, которую поясняет профессор Исаев. Гениальный ученый, великой интеллигентности человек, доктор биологических наук, который больше всех в мире знал про омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, мутрициологию. Это автор огромного количества научных пособий, учебников. Сейчас вы услышите поразительную и наиважнейшую информацию, но хочу предупредить вас наперед. Данная запись — это интервью, его брала очень взбалмошная ведущая. Она постоянно перебивает великого ученого, трендычит, вторит, артистично хихикает, поддакивает, хочет показать свои глубокие познания, эрудицию и значимость, так сказать, соответствовать. Она мешает говорить профессору и слушать профессора, страшно раздражает. Но информация, которую здесь дает уважаемый профессор, настолько важна, что вы уж потерпите и внимательно слушайте, советую я вам. И наперед скажу, кто не выдержит и не досмотрит видео до конца. Вот приобрести препараты профессора Исаева, если вы захотите, вы сможете, перейдя по ссылке под этим видео. А профессор Исаев в этом видео поясняет все про холестерин, атеросклероз, сосуды, кровь, объясняет процесс образования атеросклеротических бляшек и поясняет, как гарантированно, точно не допустить их образования и растворить их, если они у кого уже есть. Это старое видео, взято оно с канала VitaTV.ru. И последнее. С профессором Исаевым у меня на канале вышло уже видео, по-моему, 8. Вы можете их все посмотреть. Под этим видео я оставлю вам ссылку на целый плейлист, то есть раздел моего канала в Ютубе, в котором именно видео с профессором Исаевым. И, по крайней мере, я вам очень советую посмотреть видео, хотя бы одно, которое называется «Почему люди болеют». Ну а теперь приятного и терпеливого вам просмотра. Атеросклероз – это общее название нескольких локализаций, таких, как ишемическая болезнь сердца, ишемическая болезнь мозга, облитерирующая атеросклероза сосудов конечностей, гипертония. И причин развития этого заболевания много. Но это настолько тяжелые заболевания, что во всем мире примерно признается, что каждый второй умирает по причине атеросклероза в различных локализациях. Тяжелых таких осложнений, как инфаркты, инсульты. Поэтому, конечно, для того, чтобы противоборствовать распространение, экспансия атеросклероза, надо хорошо знать причины их возникновения. До последнего времени считали главными причинами – это нарушение липидного обмена, холестерин повышенный, триглицериды повышенные, курение. Но в последние годы… Гиподинамия, ожирение, лишний вес. Ну вот нарушение липидного обмена, это с ожирением связаны. А еще появился стресс. Как фактор риска номер один стал. И он касается, особенно в условиях кризиса, у каждого человека. Потому что неуверенно в завтрашнем дне, беспокойство, которое вызывается в организме психики, все это ведет к изменению давления, нарушению ритма сердца. То есть много уже бывает проявлений. И при нарушении, скажем, липидного обмена все это усложняется. Гемореология – это важнейшая составляющая нашего организма. Расскажите простым языком, как это перевести. Гемокровь – это сосуды. Весь наш организм пронизан сосудами. И через эти сосуды все наши клетки, 100 триллионов клеток организма человека, получают питательные вещества, получают кислород. И этим же кровотоком обратным выводятся. Эритроцит забирают и выводят из организма нашего углекислый газ и метаболиты разрушенных умерших клеток. Это называется гемореология. Гемореология – это текучесть крови, вязкость крови. И вот в зависимости, какова это вязкость крови, она может быть или затрудненной кровотечением, или же хорошее кровотечение, обеспечивающий нормальный обмен веществ в организме. Вот при этих всяких нарушениях, которые вызываются избыточным уровнем холестерина в плазме крови, избыточным уровнем триглицериды, должен сказать, что наибольшая опасность триглицериды – это жиры сами по себе в крови, опасны для сосудов мозга. А холестерин низкой плотности, очень низкой плотности, он опасен для сердечно-сосудистых. Для коронарных сосудов сердца наибольшую представляет опасность. Я слышала, как диетолог, что примерно 5% только, так скажем, вот этого плохого в крови холестерина зависит от того, что мы едим. А все остальное зависит от работы печени и самого организма. Так? Ну, то, что мы едим, безусловно, это играет роль. Какие мы потребляем жиры, скажем так же, насыщенные, ненасыщенные или же в сбалансированном соотношении. А главное, где перерабатывается вся система, как человек потребляет пищу. Родовая полость, пережевываем, уже ферментная система работает на расщеплении комка пищевого. И этот комок попадает в желудок. В желудке там соляная кислота и ферменты действуют из-под желудочной железы. И идет переработка минеральных составляющих, белковых составляющих и углеводов. Жиры начинают расщепляться и эмульгироваться в 12-перстной кишке, то есть туда должны попасть. И туда они обливаются желчью из желчного пузыря. И создаются как раз условия формирования липопротеидов различной плотности. Вот это формируются хиломикроны. И в зависимости от того, как соотношение уровень протеидов, потому что они являются транспортной составляющей для всасывания в кровь этих веществ. Бывают они высокой плотности, это антиатрогенный. Это хороший холестерин. И низкая, очень низкая плотность. Это плохой. В целом организм наш потребляет за сутки полтора грамма холестерина различной плотности. Всего в комплексе. И он необходим нашему организму. Совершенно верно. Без холестерина никак жить нельзя. Особенно растущему организму. И соотношение примерно такое. 70% это низкой плотности, 20% высокой плотности и 10% очень низкой плотности. Это для нормально функционирующего организма. Вот все это питательное вещество в тонком кишечнике всасывается в лимфатическую систему или в кровеносную систему. То есть длинноцепочные идут в лимфатическую, короткоцепочные, непосредственно в кровь и поступают через воротную вену в печень. На первичную и вторичную переработку. Катаболический процесс, когда сложные вещества пищи превращаются в составные части. И второй процесс. Из составных уже формируются вещества, необходимые для организма человека. Для его нормального функционирования, питания. На что идет холестерин в организме прежде всего? На создание многих гормонов. Совершенно верно. Поэтому они нужны. И в зависимости в каком они состоянии, в качестве чего, какого вещества они попадают в организм, они потом являются предшественниками будущих сложных систем в организме. Поэтому и жирные кислоты, это основная длина цепи, и холестерин, который там прицеплен к нему, холестерин липопротеидов, скажем, низкой плотности или высокой плотности. Зависит, какая жирная кислота вот в этой цепи находится. И вот дефицитными для организма являются длинноцепочечные, это 20 и 22 атомы углерода. Высоконепредельные 5 и 6 двойных связей, которые легко подвергаются окислению. Потому что вот эти двойные связи, они неустойчивы и легко подвергаются окислительным процессам. Но окисление это положительный процесс, потому что он является главным представляющим собой процесс превращения пищевых веществ в энергию. Но если чрезмерно идет насыщение окислением, то этот процесс выходит из-под контроля. Поэтому там уже необходимо добавлять к этим продуктам в организм антиоксиданты. И говорить, что антиоксиданты это только сплошной плюс, нет. Должен быть баланс между окислением и антиоксидантами. Поэтому вещества, которые используются, они должны выполнять в организме как антиоксиданты. Кто-то из них, из этих веществ, обрывает цепи окисления, не давая атоиммунному процессу развиваться. Что-то является антиоксидантом, что-то является синергистом этих антиоксидантов, усиливая их действия. Что-то является активным веществом для инактивации металла, потому что металлы сами являются окислителями. Поэтому в организм должно поступать все в сбалансированном соотношении. Скажите, пожалуйста, а с какого момента начинается, собственно, атеросклероз? Вот в этой вообще сложной системе, так сказать, липидного или жирового обмена. При избыточном формировании в организме липопритыва низкой плотности, они увеличивают вязкость крови. Вот это и есть главная, так сказать, опасность жизни людей, правильно? Совершенно верно. Опасность формирования атеросклероза. И этот холестерин низкой плотности или липидов низкой плотности способен отлагаться на стенках сосудов. Эти бляшки самые организованы. Там же могут откладываться и триглицериды. Если к этому прибавить еще фибрины кальция, вот это и есть материал бляшки. То есть она перекрывает сосуд, если кровь еще медленно движется, то вот, пожалуйста. Да, вязкость крови увеличилась. Вот геморрологические показатели ухудшаются, обменные процессы ухудшаются. И страдают, конечно, в первую очередь капилляры. Да. Капилляры, в которых проходит, по сути, весь обменный процесс. То есть эритроцит, это дисковидное тело, клетка такая, двояко вогнутая, с возрастом она теряет способность к деформируемости, к изменению формы. То есть она уже не прослачивает. Диаметр этого эритроцита равен диаметру, сопоставим с диаметром капилляров, которых должны вот эти процессы пройти. И когда они не могут пройти, тогда нет обменных процессов. Там формируются участки для воспалительных процессов в ткани. Поэтому, конечно, очень важно, первое, придать способность эритроцитам деформироваться. Чтобы они были гибкие, мягкие. Да, чтобы уменьшить диаметр, но увеличить, скажем, длину. И они пройдут даже через суженный просвет сосудов. Второе свойство, что если это сделать с помощью жирных кислот, длинноцепочных, высоко непредельных, то они способны захватывать с собой и холестеринской плотности. И увеличивая просвет сосудов, улучшая процесс обмена веществ. То есть, вот это оказалось самым главным. Каким образом это происходит? Ну, в организме 100 триллионов клеток. У каждой клетки есть мембрана, оболочка. А это жир, кстати. А это жирные кислоты и фосфолипиды. И вот какие это жирные кислоты? Оказалось, ну, больше всего там омега-6 жирных кислот. И она доступна везде, есть в рационе, пожалуйста. Подсолнечной массой. Проблем никаких. Доставить омегу-6 без проблем может быть. Но нехватка омега-3 жирных кислот, которые наиболее пластичные. И если частично омега-6 замещать омега-3 жирными кислотами, мы возвращаем способность к деформируемости. Пластические свойства мембран резко улучшаются. Отсюда улучшается и вязкость уменьшается. Скорость кровотока. Ну, в одном исследовании, которое проводили в Первой Градской больнице под руководством академика Савельева, профессора Яблокова, у людей с облитеривающим атеросклерозом сосудов конечностей попытались, не взяли консервативными методами восстановить бедренную артерию. Грозит ампутации большинство. Совершенно верно. 5-6 лет и гангрена. Да, другая нога от не вырастет, правда? И вот пытались. И что оказалось? Через 6 месяцев, когда этих людей давали им эйконол, как источник... Что такое эйконол? А, вот источник... Это название продукта, в котором главным составляющим является эйкоза пентоеновая кислота. То есть омега-3. Омега-3, жирные кислоты, самые длинноцепочные. И через 6 месяцев размер бляшки уменьшилось. Площадь поперечного сечения бедренной артерии увеличилась на 22%. За 6 месяцев? Эластичность сосудов выросла на 19%. То есть спокойно они могут расширяться, сосуды, при увеличении давления. И средняя скорость кровотока, оказалось, увеличилась на 100%. О-о-о, как это хорошее. Это люди оказались уже в состоянии, что и дальше мы не достигли здорового человека, но уже у него прогресс идет такой, что он может консервативным методом, продолжая принимать вот эти продукты, улучшать свое состояние и избежать хирургического вмешательства. А хирургия-то знает вообще вот это исследование? Это же и хирургии на кафедре факультетской хирургии, 2-го медицинского. То есть они рекомендуют вот эти БАДы своим пациентам, так? Ну это, в общем-то, мы пишем, но сегодня рекламу мы почти не делаем. И сегодня мы передачу ведем научно-познавательную. Нуждаемся, конечно, нуждаемся в том, чтобы люди больше знали о этих результатах. И вот мы сегодня как научно-познавательную передачу ведем, чтобы люди знали, что есть такие возможности. А возможности такие, дорогие друзья, у вас теперь есть. Итак, приобрести все препараты, клинически проверенные, зарегистрированные именно его, профессора Исаева, с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами ЭПК и ДГК, в том числе и программу против атеросклероза, вы можете перейти по ссылке под этим видео или набрать просто можете сайт надгард.ру и там в разделе препараты профессора Исаева найти их. И еще очень важный момент, мне постоянно об этом пишут. Эйконол, этот препарат, о котором говорит профессор Исаев, важно пояснить. Сейчас препарат Эйконол отдельно не производится. В этом просто нет смысла, потому что Эйконол это всего лишь комплекс омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, а именно ЭПК и ДГК, который входят в другие препараты профессора Исаева. Например, препарат Латл, это что такое? Это тот же самый Эйконол, то есть ЭПК, ДГК, жирные кислоты, плюс важнейшие антиоксиданты, такие как Силен, ну там и другие. Эйконол в себе содержит и Кавьерламин, и Эйкозин-Ку-10, и Эйлорол, и другие многие препараты профессора Исаева. Это очень важно мне было вам пояснить, чтобы вы не писали, как ранее под другие видео мне писали люди, а где этот Эйконол купить, где Эйконол, у вас нет его на сайте, а он и не нужен. Он входит в состав практически всех препаратов профессора Исаева, но в определенные препараты входят определенные другие комбинации важных веществ, определенных витаминов, минералов и иных нутриентов. Продолжаем просмотр. Есть возможность избежать вот этой гангренной ампутации, сохранить здоровье. Конечно, первопричину надо взять. Скажем, первопричиной могло бы быть и курение. Курение, отморожение. Никотин, никотин. Он в конечном счете, попадая в кровяное русло, превращается как абразив. И он способен рассекать внутреннюю поверхность кровеносного сосуда. Образуется ранка. Туда устремляются тромбоциты, чтобы закрыть эту ранку. Появляется шероховатость. Вот на эту шероховатость начинает цепляться холестерин низкой плотности. Три глицериды, потом фибрин, кальций. Вот он, материал бляшки. Поэтому, конечно, надо отказаться от курения. Когда-то люди должны понять, что мы сами себе вредим. А вы курите? Я курил до 37 лет, потом подумал, что если я считаю себя умным, как же я себе позволяю, чтобы дети тоже видели, как это. А ваши дети курят? Никто не курит. Я никогда не курила, у меня тоже никто не курит. У меня в семье никто не курит. Ну, то ли это отцовский авторитет или дедушкин авторитет. И вот они тоже видят, что я пишу, над чем занимаюсь. В конечном счете, чтобы и они передавали своим друзьям, товарищам, родственникам, сверстникам, что это беда. И меня особенно больно бывает, когда я вижу молодых девочек. Девушки курят ужасно. И так это... Как мужчины, да? Даже не то, что мужчины, как будто они даже гордятся, что они курят. Но я думаю, что это во многом, что это доступно куриво. Дешевые. У нас же сигареты в 10 раз дешевле, чем в Европе. Ну да. Потом такая реклама идет, везде завалированное или явное курение. Это вообще недопустимо. Мне кажется, это вот очень большое нарушение против прав человека. А в многих странах это запрещено. Да, в общественных местах курение запрещено. Но я думаю, скажем, вторая болезнь нашего общества, это, конечно, алкоголь. Алкоголь разрушает печень. И она вот не способна формировать те вещества правильно, которые необходимы для развития наших организмов, клеток, тканей. То есть профилактики атеросклероза мешают алкоголь. Алкоголь и никотин. И никотин. То есть вот эти вредные привычки, которые в нашем обществе, они вот прижились. И я благодарен нашему президенту. Он сам не курит, по-моему. Что он объявил, по крайней мере, как приоритеты сегодня в обществе. Это здоровый образ жизни. И может это будет самой главной составляющей. И опять восстановление авторитета нашего государства, державности, характерной для нашего населения, для нашей страны. Это не против никого. Вернуть собственное достоинство и величие, свою независимость. А так сегодня мы находимся, конечно, в большой зависимости. В питании зависим. Импорт. В лекарствах зависим. В табаки импорт. В общем, во многом мы зависим. Хотелось бы через здоровье человека, через продолжительность жизни, улучшение качества жизни, через свой образ жизни. Если мы преодолеем вот эти негативные явления, то это придаст нам еще новых сил для создания новых технологий, создания новых механизмов. То есть то, что характерно для развитого общества. Какие-то общие цели, скажем, освоение космоса, создание новых источников энергии. То есть сделать жизнь замечательной, приятной для каждого человека и полезного для всего общества, для всех жителей планеты, не только для российского общества. То есть вот атеросклероз мы говорим. Да, давайте вот к этой теме поближе еще вернемся. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Всех интересует, как не заболеть атеросклерозом. То расскажите свое видение этого вопроса, профилактики. Знаете, я, может быть, приведу одно исследование, экспериментальное, на животных, проводил профессор Мейерсон Феликс Залманович в Институте общей патологии, патофизиологии сердца. Ну, Феликс Залманович, я считаю, это, наверное, самый наш известный в мире кардиолог, авторитет невероятный, самый цитируемый за рубежом в зарубежной литературе, вот фамилия русского кардиолога. И он провел исследование, которое продолжалось два года. Атеросклероз. И средства для преодоления, предупреждения атеросклероза, или же сперва формируется атеросклероз, а потом как от него избавиться на животных. То есть это возможно тоже? Да, это оказалось возможным. Вот два лет, двухлетние испытания, когда мы с ним обсуждали результаты этих исследований, он мне вот с чувством гордости говорит, «Я порезал 1700 крыс». То есть это не просто желаемо выдается, действительно, 1700 моделей он сделал. Он сделал модель, скажем, ишемической болезни, модель... Мозга ишемической болезни? Сердца. Я понимаю, так. Потому что это возможно было бы проще, что ли, создавать эту модель по селье. Это знаменитый канадский физиолог. По моделям этим и идут все исследования во всем мире. Или же там инфаркт миокарда, модель. Когда грудная клетка вскрыта, перевязываются коронарные сосуды сердца лигатурой, и нет кровотока вообще. И в условиях, скажем, вот этого инфаркта миокарда в течение суток наблюдает, выживет, не выживет. В зависимости от того, что было в питании этого животного. И когда стали... То есть контрольная группа... Кормили по-разному. Да, контрольная и опытная, которые давали омега-3 жирной кислоты. То есть одной контрольной группе не давали, а другой давали. А первую группу кормили обычной едой. Обычное питание. То есть крысь едят все подряд. То, что и принято, скажем, в этих исследованиях. Контрольная группа, обычное питание. И в опытной группе добавление к этому, как добавка к пище, это омега-3 жирные кислоты в форме, скажем, 3 глицеридов. Это эконом был. И вот, когда посмотрели, формируется модель ишемии. В опытной группе число ишемической болезни на 50% меньше, чем в группе, которая контрольная. С инфаркта миокарда, когда перевязывали, из 100 животных погибло всего 6. В контрольной группе 53. Это были животные, да. А люди? И первое. На людях нельзя этот сделать эксперимент, но это применяется. Результаты, полученные на крысах, можно переносить на человека. То есть появился первый вывод, который он сделал, что омега-3 жирные кислоты в форме и канола способны снижать смертность при инфаркте миокарда в 6-7 раз. Второй выдающийся вывод, который он сделал, это аритмия. Метеочувствительные люди. Период активности солнца, магнитных бурь, на планете планетного происхождения. Число вызовов с инфарктами, инсультами, скорой помощи увеличивается в 10 раз. И он измерил порог электрической стабильности сердца на животных. Определил его, а потом стал давать омега-3 жирные кислоты в опытной группе. А потом создает магнитную бурю. И наблюдает аритмия. И что оказалось? Что вот эти омега-3 жирные кислоты повышают порог электрической стабильности сердца в 2-3 раза. И вот второй вывод, который он измерил как раз, о том, что в 2-3 раза повышается порог электрической стабильности сердца. И адаптация к этим серьезным нарушениям магнитного поля вокруг человека, что они не чувствительны уже так. И вот они уже не вызывают скорую помощь, потому что нормально себя чувствует, преодолевает порог, они повысили. Но для этого понадобилась продолжительность приема в 6 месяцев, чтобы до такого состояния дойти. Ну и если по наследству передается гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемида, передается по наследству. Поэтому, конечно, нужно, это как фактор риска, очень серьезный, преодолевать через потребление. Надо потреблять этим людям больше источников омега-3 жирных кислот. Давайте о них поговорим. Я назову несколько таких названий. Эканол, Эфитол, Посейданол, Тыквенол, Эфирол, Экален, Эказим-10. Вы перечисляете свои разработки? Да, проверенные, зарегистрированные, клинически проверенные и подтвержденные уже на людях. Вот этот эффект, который я говорю, антиатеросклеротический эффект. Проводились клинические исследования, и все они дали положительный результат. Совершенно верно подтвердили. А что в них входит в эти многочисленные вот бадики, бады, которые антиисклеротическое действие имеют, над которыми вы, собственно, работали, вы автор. Ну, вот первое, да, что в них входит? Первая добавка была, это эканол. Вот расскажите об этом. Эканол, он при определенных технологических процессах получается из подкожной ткани рыб, морских рыб. Глубоколодных? Нет, пелагических, средних, в толще, которые обитают. Это не донные, это в толще, они называются пелагические виды рыб. А вот как рыбы? Селедка? Это сельдь, сардина, скумбрия, анчоус, семга, вот те, которые обитают в толще, мигрируют, формируют. То, что люди едят постоянно. Едят каждый день, да. Но формируется там вот это достаточное количество омега-3 жирных кислот, только в определенный период цикла жизни. Это так называемый нагульный период жизни. Так-то четыре периода отличаются. Нагульный – это пересвадьба, что называется, да? Или как? Расскажите, что это такое? Это правильно. Значит, вот есть преднерестовый, есть нерестовый, после нерестовый, когда активно питается, но в тканях ничего нет. Там никаких омега-3 жирных кислот нет. И потом, когда она, наконец, вот полудохлая рыбка, наелась, начинает гулять, переваривает всю эту пищу, превращая их и в депонированные жиры. И среди вот этих жиров у нее формируется омега-3 жирные кислоты до 30%. А вот чем рыба-то питается, когда у нее омега-3? Рыба питается… Планктоном, что ли? Да, это планктон начальный, потом их теопланктон, это мелкие рыбешки и ракообразные. И ими питаются рыбы. То есть вот они богаты вот этим жиром, из которого потом омега формируется. Они едят живые организмы, в которых есть вот эти жирные кислоты. И это как продукт их питания в конечном счете превращается, тоже там есть процесс переваривания и превращение сложных вещей из простых, характерных уже для этой рыбы. И избыточный депонированный жир откладывается под кожей. Вот он и есть главный. У селедки, например. Не печеночный, да. У селедки, скажем, вот пришел в магазин, можно купить селедку. Запросто, да. Я вчера купила так. Порезать, да. Порезать, да. Сделать поперечный срез и посмотреть на срезе. Если подкожно есть белое кольцо, это и есть они. Вот эти омега-3. Жиры, в которых омега-3, да. Значит, можно покупать и потреблять. Но бывает, что их и нет. То есть в разные периоды. Не нагулялась и ледка? Она не нагулялась. Вот тот самый омега-3 жир, да? Да, поэтому, конечно, вот то, что мы создали капсульную форму, она человеку, когда бы он ни взял, в любое время года соответствует стандарту определенному. Она содержит, конкретно там обезначен 30% омега-3 жирных кислот, они всегда будут. А 70 что? 70 другие жирные кислоты, которые должны быть в балансе общем. Что-то должно быть насыщенное, что-то мононенасыщенное и что-то полиненасыщенное. Вот три класса жирных кислот. Ну, весь мир это знает, ученые знают. И когда исследуют, должен быть определенный баланс. Ну, примерно один-один-один их соотношение. Так. Вот именно такое соотношение и нужно, чтобы в нашем организме пошел, так скажем, вот этот эффект антисклеротического обмена, да? Ну, не совсем. Теперь для организма человека что характерно? У нас, если взять плазму крови и посмотреть, какие жирные кислоты, нас интересуют полиненасыщенные. Они бывают омега-6, омега-3 больше всего. Омега-6 примерно 50 из всего жирно-кислотного состава. Омега-3 один. Один? Да. 50 к одному? 50 к одному. А надо? У японцев это соотношение равно 12. То есть, 50 к 12, что ли? Один к 12. Ах, один к 12. Одна омега-3 на 12 омега-6. Да, 12 к одному. Ага. То есть, фактически в 5 раз лучше. 50 омега-6, одна омега-3. Так. То есть, у японцев в 4 раза лучше, чем у европейцев. Если взять для нас, для России, у нас 57 процентов, это американские ученые, когда исследовал различные популяции и характерный состав крови. И он увидел корреляцию между соотношением в плазме и крови омега-6 к омега-3 жирно-кислотам и вероятность формирования атеросклероза и процент среди причин смерти атеросклероза. И вот он определил, что если, скажем, у японцев соотношение 12 к 1, то вероятность формирования атеросклероза это 12 процентов от всей популяции и смертности по этой причине. 12 процентов. То есть, японцы среди причин смерти атеросклероза занимает 12 процентов. Потрясающе. Полная корреляция. То есть, так легко брать каплю крови, делать анализ, липидный спектр, и в этом липидном спектре жирные кислоты. Соотношение омега-6 к омега-3 жирным кислотам. Чему оно равно, такова вероятность формирования. Ну а теперь, досмотрите еще 2 минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте надгард.ру не покупал, и те люди, кто смотрит это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгард.ру, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания. Ну, где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.